Добрый вечер, спасибо, что пришли. Ну, о Марсе уже давно люди интересуются, и тема эта популярна и в литературе. Наверное, многие из вас читали Герберта Уэллса «Война миров». Это произведение было написано в 1897 году, и идея витала в воздухе, поскольку именно в конце XIX века астроны могли наблюдать Марс во всей красе, было полное противостояние, и именно тогда они обнаружили два спутника, Фобос и Демос, полярные шапки и каналы, как они тогда подумали, что это, наверное, искусственно созданные каналы. И взбудораживая фантазии многих людей, что да, на Марсе есть жизнь. Потом, за год до первого полета Человека в космос в 1960 году, на съезде ЦК КПСС утвердилась программа Феоктистова по полету на Марс в 1971 году и возврату людей обратно в 1974. Но далее последовала лунная гонка, программа была закрыта. И вот прошло 55 лет, ни на Луну мы не летаем, ни на Марс. И поэтому организаторы Mars One решили, что пора перестать ждать каких-то действий от космических агентств и взять инициативу в свои руки. За последние несколько месяцев, наверное, многие из вас видели статьи о неоднозначном проекте Mars One. Журналисты, к сожалению, не проверяют информацию, и поэтому выходят совершенно различные статьи. Например, в 2024 году на супершаттле 100 человек высадятся на Марс, или то, что Mars — это МММ, и зарабатывают деньги на его участниках. Поверьте мне, я ничего не платила. И именно поэтому я здесь, чтобы вам рассказать, что же это такое. Итак, Mars One — это частный проект, основанный голландским предпринимателем и инженером Басом Лансдорпом с планом по колонизации Марса и трансляцией всего происходящего по телевидению в формате документального сериала. В 2013 году начался отбор будущих космонавтов, которых будут готовить к полёту жизни на Марсе. Изначально было 200 тысяч заявок. И вот спустя два года ожиданий тестирования психологических, медицинских, нас осталось 100 человек, 50 мужчин, 50 женщин. Ну, это вот часть из них. Первыми, кто полетит на Марс, это будет экипаж из 4-х человек, 2-е мужчин, 2-е женщин с 4-х континентов. Сейчас, пока здесь. Что мы будем делать в ближайшее время? В сентябре мы поедем в Голландию, где будут командные тренировки. То есть 100 человек разделят по группам на 10-15 человек и будут смотреть в течение двух дней, как мы можем работать в команде, как мы реагируем на стресс. После этого остаётся 40 человек. Их опять разделяют по группам и отправляют в изоляцию от внешнего мира на полторы недели. И уже после этого остаётся 24 финалиста. Те счастливчики, или, может, для кого-то нет, кто в 2016 году переезжает на базу, начинает работать на Mars One, бросает всё, что у них есть в обычной жизни, и вплоть до 2026 года. То есть 10 лет. Чем мы будем заниматься все эти 10 лет? Помимо интенсивной физической подготовки, мы должны будем изучить множество различных дисциплин, потому что на Марсе мы не сможем позвонить доктору и сказать, у меня что-то болит, или почините мне канализацию. Всё это мы должны делать сами. Поэтому это интенсивное... Это медицинское образование, то есть чтобы мы смогли вырвать зуб, либо провести хирургическую операцию. Это выращивание сельскохозяйственных культур в ограниченном пространстве. Это экзобиология, биология, химия, физика, умение починиться, если что-то сломается на корабле и на станции. Ну и все навыки и знания для изучения Марса. Я уже общалась с нашими космонавтами российскими и узнала у них, насколько это реально с нуля подготовить человека за 10 лет к подобной миссии. И они сказали, что это вполне возможно и реально. Поэтому здесь вот отпадает то, что летят люди, которые не подготовлены. Нас подготовят. Параллельно этому будет строиться прототип марсианской станции на Земле. И уже на одной из таких станций я побывала недавно. Это Mars Desert Research Station. Находится в США, в США, в США, Юта. Американская некоммерческая организация Mars Society создала два прототипа марсианских станций. Одна в Юте находится, другая в Арктике. Какая цель этих станций? Изучить, что будет необходимо для жизни на Марсе, как можно будет работать, взаимодействовать с людьми. И на такие станции приезжают инженеры, ученые, популяризаторы науки, космоса. Со своими проектами живут две недели, из которых 11 дней — это режим симуляции. Что это такое? То есть вы не можете выйти наружу в обычной одежде, только в скафандре. Правда, там не кислород, но прогоняется ветер снаружи и внутрь. В воздух, точнее, вентиляционную систему. Есть только сублимированная пища, то есть это сухая, мы ее вымачиваем и дальше готовим. Либо то, что мы успели вырастить в оранжерее. И следить за потреблением воды и электричества. Ну, душ мы там очень редко принимали, нас очень спасали влажные салфетки. Я там была с интересными ребятами, это геологи, биологи, инженеры из Америки, Франции и Канады. Была единственной девушкой, это абсолютно ничему не мешало. Мы все движимы одной целью — это освоение космоса, поэтому было замечательное время. Вот как раз здесь можно увидеть, как мы жили. И для чего вообще эти станции? Например, наш инженер Иэн изучил все изъяны в конструкции станции и предложил свои улучшения. То есть каждый новый человек может усовершенствовать план станции, который будет на Марсе. Или сейчас там находится врач Сьюзен Джевелл, который имитирует операции с использованием хирургических инструментов, сделанных на 3D-принтере. И вы знаете, достаточно было двух недель, чтобы выйти в реальную жизнь со всем другим видением мира и понять, что действительно человек делает счастливым простые вещи, такие как горячий душ, свежие овощи, фрукты и свежий воздух. Действительно, это было две недели счастья. Поэтому, если у кого-то депрессия или еще что-то, я советую отправиться туда. Это замечательно. Но и самое главное, не переставать мечтать и не терять время на бездействие. Ну и, конечно, после такого опыта мне не терпится начать тренировки уже по программе Mars One. Как это все будет происходить? Сейчас расскажу вам подробно план. В 2016 году начинаются тренировки. В 2020 году отправляется первая демонстрационная миссия, куда будет входить коммуникационный спутник и спускаемый аппарат для проверки солнечных батарей. Это будет выполнять компания Lockheed Martin, которая сотрудничает с NASA. В 2022 году запуск спутника связи по орбите вокруг Солнца и запуск марсохода с прицепом, который должен будет подобрать наиболее подходящее место для будущего поселения. В 2024 году запуск шести грузов. Это два жилых блока, два блока системы жизнеобеспечения, два грузовых. Они в 2025 году приземляются. Марсоход перетаскивает на прицепе эти модули друг к другу, подключает, раскрывает солнечные панели и активируется энергопитание и системы жизнеобеспечения. То есть к моменту прилета людей там уже должен быть кислород. В 2026 году на орбиту Земли запускается транзитный модуль, спускаемый аппарат и две ракетные ступени со сборочным экипажем. Это все собирается в течение шести месяцев. Потом сборочный экипаж сменяет уже марсонавты в будущее. Проверяются все системы на Марсе и на корабле. И мы отправляемся к Красной планете. В 2027 году мы прилетаем. Еще забыл сказать. В 2026 году также отправляются грузовые модули для второй команды. И когда мы приземляемся на Марс, через несколько месяцев прибывает также грузовый модуль для следующего экипажа. Мы их всех подключаем между собой, настраиваем оборудование, проходим акклиматизацию и начинаем работать. Но в 2029 году следующие четыре человека прилетают. И так каждые два года. Но обещают, что к 1937 году на Марсе будет 20 человек. Так что мы не будем там одни. По технологиям. Ракеты-носители Марс 1 собирается использовать в компании SpaceX. Аналог Falcon 9, но усовершенствованная версия это Falcon Heavy. Вот вы здесь как раз видите, она вторая по счету. Спускаемый аппарат тоже в компании SpaceX. Это Dragon, который в ближайшее время должен пройти проверку, то есть осуществить пилотируемый полет на МКС. Лететь до Марса от 6 до 8 месяцев по траектории Гомена. Это перелет с одной круговой орбиты на другую по электрическому пути. Вот зеленая линия. И наиболее близкое расстояние Марса и Земли происходит раз в два года. Это астрономическое окно. Поэтому и люди будут прилетать каждые два года. Вот так будет выглядеть наш корабль. Это будет такая маленькая космическая станция. Из транзитного модуля, который посередине. Спускаемый аппарат справа. Там у нас вопросы как раз возникали по радиации. От солнечных частиц будет защищать сама конструкция корабля. Но при вспышках на Солнце этого будет недостаточно. И будет расположен такой бункер в полости резервуара с водой, где экипаж будет прятаться во время вспышек. Их заранее будет предупреждать система корабля. Обычно это происходит раз в два месяца и длится около двух дней. На корабле будет 800 килограмм сухой еды, 3000 литров воды, ну и достаточно кислорода. Когда корабль подлетает к орбите Марса, спускаемый аппарат отстыковывается и уже отдельно приземляется на Марс, поскольку вся конструкция слишком тяжелая, чтобы приземлиться на Красную планету. А сам транзитный модуль остается летать по орбите вокруг Солнца. Роверы будут необычные, не те, которые сейчас находятся на Марсе. Они будут с роботизированной рукой и прицепом, благодаря которому можно будет передвигать вот эти модули. И главная задача роверов — это поддерживать жизнь человека на Марсе. Они будут отвечать за измерение воды в почве Марса, за определение наиболее подходящего места для поселения, подключение между собой модулей, развертывание солнечных панелей и производство кислорода и воды. Благодаря роверам будет загружаться грунт в контейнер в системе жизнеобеспечения, и дальше высушивается, вода испаряется, конденсируется. Часть воды используется для выработки кислорода, часть для того, что мы будем использовать, пить и других целей. Вот так будет выглядеть сама станция. Наверное, здесь более понятно. Вот эти спускаемые модули, 25 метров и длинная конструкция, это будет надувной жилой модуль из особо прочного пластика, который сейчас используется и в скафандрах, и в различных системах в НАСА. За счет этого у нас будет достаточно места для жизни. Так, сейчас вот здесь более детально. Да, в жилом модуле будет оранжерея, кухня, ванная, которую мы должны будем достроить. Кухня из ванны будет в отдельном грузовом отсеке. Оранжерея будет выглядеть вот так, около 80 квадратных метров и с множеством уровней. В идеале это должно быть нашим единственным источником питания, чтобы мы не зависели от земли. Конечно, у нас будут запасы сухой еды, но лучше, если мы будем полностью воспроизводить еду вот здесь. И вот так вот стильно будет выглядеть наша... Да, я не знаю, конечно, наверное, не так. Да, ну, двое мужчин, двое женщин. Ну, я надеюсь, что так будет выглядеть. Да, защита от радиации. Вот тоже многие говорили. Уже достаточно будет засыпать грунтом наши жилые модули. Как говорят в Марсуан, что около пяти метров — это достаточная защита соразмерно тому, что на Земле, то есть нас защищает атмосфера Земли. То же самое могут сделать и пять метров грунта над нашими модулями. Так что, может быть, даже когда-то мы это увидим. Так, вроде бы... А, ну и энергия будет вырабатываться за счет тонкоплёночных, фотоэлектрических, солнечных панелей, которые можно будет сложить для транспортировки и дальше развернуть. Все, что я перечислила, можно сделать благодаря существующим технологиям и таким компаниям, которые вы сейчас здесь видите. Марсуан подписала с ними соглашение о сотрудничестве. И уже в ближайшее время Lockheed Martin начнет производить как раз-таки первую миссию. Это вот демонстрационная миссия. Сколько все это будет стоить? Да, тоже важный вопрос. Марсуан озвучила 6 миллиардов долларов. Для многих космических агентств это незначительные деньги, поскольку их программы по полету на Марс стоят в разы больше. Но здесь важный факт. Это программа «Билет в один конец». То есть большая часть затрат уходит именно на то, чтобы вернуть людей обратно на Землю. Конечно, многие, наверное, подумают, что это самоубийство. На самом деле не так. Если вспомним, как раньше происходило покорение новых миров, открытие Северной Америки, люди тоже плыли и понимали, что пути назад нет, и что, возможно, они и не доплывут. Или, как мы сейчас понимаем, что, может быть, мы и не долетим. Поэтому мы не совершаем самоубийство, мы просто мигрируем. И начнем строить новый интересный мир. И потом, кто знает, что, может быть, через 5-10 лет жизни на Марсе мы, возможно, сможем вернуться на Землю. Я уверена, что такое событие, как полет первого человека на Марс, всколыхнет весь мир и даст новый толчок к технологическому развитию. И потом уже у нас начнется новая гонка, гонка за Марс. Не только между государствами, но и между частными компаниями. Поэтому все возможно. Само главное верить в это. И Виталий уже тоже говорил как раз-таки о сложностях, которые на Марсе. Я могу просто быстренько перечислить, какие. Это радиация, понятно, но вроде бы мы с ней тут разобрались. Это другая гравитация. Первое время, когда мы будем на Марсе, мы будем себя чувствовать такими силачами. Потому что в 2,5 раза силопритяжения меньше. Это стресс. Но у нас и в Москве много стресса. Поэтому я думаю, что все нормально. С этим точно человек из России справится. И потери мышечной массы, потери кальция. Но это все тоже может восполнить за счет тренировок. Например, на МКС космонавты тренируются по 4 часа в день, чтобы быть в состоянии, когда они берутся на Землю, нормально себя чувствовать. Так что все под силу. И с каждым годом выходят новые интересные теории и методы для улучшения жизни на Марсе. Недавно я читала как раз, что благодаря микробам там многое чего мы сможем сделать. И они нам облегчат жизнь. Поэтому я надеюсь, что эта статья получит развитие. И многие меня спрашивают, зачем мы лететь на Марс? Зачем там основывать колонию, когда на Земле столько проблем? Мне бы хотелось на этот вопрос ответить цитатой Рэя Брэдбери. Я вам просто его прочитаю, чтобы не солгать. Погоди, дай сказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье и выдумки. Говорят, летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят, для развлечения скучно, мол, сидеть на одном месте. На самом деле внутри что-то тикает. Все равно, как у лосося, или у кита, или у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают и в каждой живой твари. И знаешь, что они говорят? Иди дальше, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтобы ничто на свете не могло убить человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей. Черт поделит, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул. А ведь это так огромно, что страх берет. Спасибо. Скажи, какая самая большая сложность, с которой тебе пришлось столкнуться за время, в которое ты участвуешь в этом проекте? Наоборот, что больше всего тебе запомнить? Или самое интересное, самое сложное? Самое сложное, как это ни удивительно, это вот эти вот количество внимания со стороны прессы и интервью. Они очень сильно истощают. Как часто это? Вот когда в феврале объявили, что вот сотня, я попала в нее, у меня было интервью где-то по пять интервью в день. Но это, то есть и телевидение, и радио, и газеты? Да, все что угодно. И это очень сильно истощает. Я просто потом как овощ была. Потому что не все журналисты относятся к тебе как к человеку, а больше как к материалу. Либо задают совершенно глупейшие вопросы. Я поняла, что очень глупые вопросы, из тебя столько энергии забирают. А Mars One не относится к людям, которые там участвуют? Именно скорее как к материалу для достижения цели. Нет такого? Ну, отчасти. Также я могу сказать, что я, наверное, отношусь к Mars One как к достижению своих целей, правильно? Осуществление моей мечты. Да, цель. Это один из вариантов эмиграции из России. Ну, нет, здесь все здорово. Я к тому, что я не бегу ни от кого. Потому что мне тоже поражает всегда этот вопрос. От чего вы бежите? И так далее. Нет. Просто пора уже что-то делать действительно значимое. Скажите, пожалуйста, кто вы по образованию? И как это образование возможно? Если повлияло, то как оно повлияло на ваше решение в принципе? Решиться подать заявку и полететь на Mars? Спасибо. По образованию мы далеко от космоса. Но тем не менее... Вообще, да, расскажи просто о себе чуть больше. Потому что большинство, я думаю, тут сразу половина рук лежит. Да, я... Ну, с детства я мечтала о космосе. У меня даже комната космическая. Но я поступила на факультет журналистической МГУ. И там совершенно случайно увидела, что есть семинар школы космической журналистики, который ведет летчик-космонавт Батурин. И вот четыре года занималась там. И диплом у меня космическая журналистика. Наверное, самая приближенная из моего образования. Это вот эта вот часть. А потом я поняла, что, блин, все-таки надо воплощать свои мечты. Так не пойдет. И услышала о проекте Mars One. Поняла, что да, вот это шанс. Надо действовать. Ну, ты даже книжку написала, насколько я знаю. Да, мы написали с еще двумя студентками книгу для школьников о космосе, где мы рассказываем там от истории до того, что сейчас там происходит, и что нужно хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы стать космонавтом. Вот вопрос, который задавали всем участникам. А, да. Вот на последнем экзамене был вопрос, если через три года, как вы на Марсе, вам предложат вернуться на Землю, что вы сделаете и почему. И люди, которые отвечали, да, я вернусь, потому что надо же рассказать землянам, что там было, когда это все равно все будет показывать по телевидению, они не прошли, потому что ты подводишь всю свою команду, столько лет тренировок и финансовых вложений. Вот, да. Нет, ты не ответила. Что ты ответила? Я ответила, да, я ответила, что нет, что этого времени будет недостаточно, чтобы действительно сделать что-то значимое на Марсе, и мне потребуется больше времени, прежде чем я полечу обратно. Ну, короче, да, из всех ответов было единственное правильное, и ты угадала. Да. Для тебя, как для женщины, каково это осознавать, что тебе нельзя будет завести ребенка? Вам же нельзя будет завести? Нет, ну до полета мы можем завести ребенка. Разродиться. Ну да, просто завести и оставить. Как моя мама говорит, Настя, пожалуйста, роди мне маленькую Настеньку, или идти куда хочешь. Но я, конечно, пока это не планировала, это не самый удачный вариант. На Марсе первое время нельзя будет тоже заводить детей, потому что мы не знаем, как наш организм будет реагировать на условия там, и, возможно, беременность будет вообще опасна, или что-то с рождением ребенка произойдет. Поэтому пока это будет не изучено, не рекомендуется. Скорее всего, так будет, потому что упоминалась проблема атрофии мышц, в том числе и существует вымывание кальция из костей. То есть при формировании новой жизни это особенно негативно. Есть ли у вас какая-то, не знаю, этическая, что ли, подготовка психологическая? Если в полете один из участников сойдет с ума, и у вас будет выбор убить его или он убьет всю команду, как вы поступите в этом? Вы знаете, я сама часто об этом думала. О тяге к убийству? Ну, о том, что кто-то сойдет с ума. Для меня вот это самое страшное. И так вы, вас четверо на одной планете, а тут еще, ну, или в полете. Я надеюсь, что будут транквилизаторы. Убивать никого не хочется, но привести в чувство как-то, и дальше уже попробовать работать с ним, как психолог. А вам будут давать какие-нибудь такие специальные, всем известные средства для того, чтобы от этой реальности немного откатиться так? Ну, есть виртуальные очки, правильно? Поэтому можно будет надеть их, и вау, я на земле. Ну, наверняка. Все будет в процессе подготовки. Я так понимаю, что обеспечивать себя едой вы собираетесь при помощи оранжерей. Но есть ли у вас какой-то план, если, допустим, по каким-то причинам не удастся выращивать растения, либо если оранжерей не работает, как вы планировали, то есть насколько хватит еды, запасов сухой еды? И есть ли планы по постоянной отправке грузов подпитки, скажем так? Ну, если все-таки не удастся самообеспечивать себя на Марсе едой и пропитанием. Есть ли планы о доставке уже еды с Земли периодически, там, раз в два года или реже, или чаще? То есть вот об этом можете поподробнее сказать? Вообще, каковы там оптимистические оценки и пессимистические оценки? Я имею в виду, что если все-таки удалось удачно приземлиться, оценки того, сколько вы там реально сможете прожить с едой, без еды и так далее. Да, грузы будут доставляться, потому что нам нужно будет менять запчасти различные, достраивать станцию. Поэтому постоянно, каждые два года все равно будут отправляться грузы. В том числе и с сухой едой, естественно, подстраховка. Марсуан не собирается нас просто там бросить, и все. Оптимистически, да, что все пойдет хорошо, и, как я говорила, к 37-му году будет уже 20 человек на Марсе. Ну и там, понимаете, каждые два года будут прислать не только экипаж, но и по шесть модулей. Два модуля с грузовых, с системой жизнеобеспечения, и два модуля, которые будут отвечать… Да, я уже все, запуталась. В общем, да, два. И по поводу неоптимистических, да, прогнозов. Ну, это то, что мы не долетим до Марса. Ну, это понятно, да. Еще одно уточнение. То есть вы, я правильно понимаю, что вы говорите, что вся эта программа до 37-го года оценивается всего лишь в 6 миллиардов долларов? Нет, только вот то, что в 26-м запустят. А потом это все будет в 4 миллиарда оцениваться. Каждые два года полет в 4 миллиарда. Спасибо. А откуда эти средства? Сейчас эти средства от инвесторов, вот уже подписывается… Ну, практически подписался большой контракт с инвестором из Лондона. Потом за счет… Как пришла эта идея? Бас посмотрел, сколько зарабатывают на трансляции Олимпийских игр? И дома 2. А? И дома 2. Дома 2 он не знает. Поэтому за счет… Олимпийские игры смотрит вся планета. И он подумал, но такое событие будет точно смотреть вся планета. Поэтому рассчитывается, что будут также деньги заработаны за счет трансляции. Ну, не того, что мы там прям моемся или спим. А жаль. Это будет научное реалити-шоу. Для воспроизводства пищи предполагается только оранжерея или есть еще какие-то ноу-хау, что-то вроде биореакторов? Потому что, ну, вот это оранжерейное питание, ну, оно несколько не впечатляет. Оно полноценного питания не обеспечит однозначно, как доктор это понимаю. Вот, то есть белки и жиры, знаете, какой-то углевод и все такое. Да, да, да. Белки, а за счет еще насекомых. Они хотят также, чтобы у нас там были насекомые, вот, ну, червячки и так далее. И этот вопрос прорабатывается. Чтобы можно было просто компост, компостную яму такую везти, там жучков оттуда. А что-то вроде каких-то биореакторов синтезируешь там на бактериях? Нет, пока нет. Ну, вот я говорила про статью, которая недавно вышла, что микробы те же самые будут нас также едой обеспечивать. Я не знаю, если это получит продолжение, эта разработка, то возможно. Какие были испытания на отборочном туре? Были ли они для вас сложные? Испытания пока были незначительные в том плане, что, ну, для меня они не были сложными. Больше проверялся на психологический фактор, то есть насколько ты действительно адекватный человек и твоя мотивация. Было общее медицинское обследование, ну и дальше уже, когда мы переедем на базу, тогда будут испытания очень жесткие. Как обещал Днорберскрафт, это наш доктор, ну, доктор, который отвечает за медицин и подготовку космонавтов, он работал в НАСА и в Японском космическом агентстве. И он сказал, что после 10 лет подготовки на Земле, когда вы прилетите на Марс, вам там Марс покажется раем. Так что все самое сложное только впереди. У меня два вопроса. Первый вопрос, знаете ли вы уже о своей будущей специализации на Марсе? И второй вопрос, что будет, когда вы состаритесь и когда вся команда состарится? Выстрел в голову. Ну, мы как и на Земле умрем. Нас похоронят, там будет первая марсианская могилка. А по поводу первого вопроса, вот из четыре человека в экипаже, двое из них должны иметь углубленное медицинское образование, двое обширное... Обширное знание по оказанию первой медицинской помощи. И пока сейчас, естественно, у нас еще 100 человек. Когда дойдем до финала и будет 24 человека, тогда уже начнется распределение по специализации. Но все равно, в основном, все мы должны будем быть такими людьми... Человек-оркестр. То есть, знать многое. Потому что кто-то выйдет из строя, и получается, что команда не сможет дальше продолжать жить там, потому что этот человек знал, как оказать медицинскую помощь. Ты рассчитываешь попасть туда первым полетом и занести свое место в историю? Или все-таки... Вот именно... Все-таки ты хотел бы чуть попозже, вот как уже есть... Я хочу попасть первым, потому что мне к тому времени будет уже 40 лет. Поэтому куда дальше идут? Ну, то есть, я имел в виду то, что не будет ли это какой-то преград, то, что тебе гуманитарное образование перед участниками, которые инженеры. Ну, как я уже говорила, что... Ты, кстати, да. Вот скажи. Я же упомянула о том, что за 10 лет можно идеально подготовить человека с нуля. Нет, я имел в виду то, что ты сейчас в Бауманке вот второе техническое уже получаешь. Вот, кстати, ее преподаватель там сидит. Саша. Который, да, у нас уже тоже выступал. Не второе техническое, но да, это курсы по основе космонавтики. Мы там будем делать спутник. Поэтому я сейчас, да, сама занимаюсь своим образованием тоже, чтобы быть более подготовленным к следующему отбору. У нас тут несколько человек с одного факультета. У нас один вопрос в этой голове крутится. Вас будут подготавливать к этому, естественно, люди разных специальностей, психологи, наверное, социологи. А есть ли там антропологи? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. То есть мы узнаем об этом через год. Какие будут специалисты готовить, да. То есть надежда у нас есть? Ну, да, надежда есть. Поэтому вы следите. А вы антропологи все, да? Один из участников вот этой программы взял, написал статейку, в которой сказал то, что все это полная лажа. Ну и, соответственно, как бы его сразу... Ну да, сказал, что те, кто больше всего жертвовал на этот проекте и прошли. Я вообще ничего не жертвовал, никаких майк, Mars One не покупал. Ну, то есть я вот в сотне. То есть, ну, это ерунда. Я не знаю, что сподвигло его к такому. Я имел в виду то, что там еще кто-то отводится. Короче, 98, и у вас есть надежда. Нет, будут позднее открываться наборы, потому что вот эти 24 человека в период тренировок можно там обнаружить, да, что он негоден, либо какое-то заболевание, либо он решил жениться, там, завести детей, передумал. Слишком сложно, не тянет. Поэтому постоянно будут открываться новые вакансии. Так что, если кто-то захочет, через пару лет можно будет подать заявку. А, виделись ли вы уже с другими участниками проекта? Какие этапы подготовки, может быть, или знакомства вы уже проходили? Насколько вы уже знаете, с кем вы будете близки? Я видела с теми, кто не прошел в сотню. С кем вы будете близки, или мне послышалось? Да, можно вернуться к слайду, где там участники, посмотреть на них. Да, да, обязательно. Мне тут одна девушка так понравилась. Понравилась? Да, там есть такие. Секси. Не, я... Вот, да. Вот, вот это да! Ее зовут Сью Эн. Да. Ну ты мне этой имейли... Я знакома виртуально со многими, а с теми, с кем лично я была знакома, они не прошли на последний отбор. Но, вот, общаясь уже в Фейсбуке, понятно, что все люди очень позитивные, такие же космические энтузиасты, мечтатели. Поэтому я думаю, что у нас будет классная команда. Тут, кстати, есть человек, который знает аж целых двух участников. Да, Игорь, который выступал, тоже еще одного участницы. Из России, кстати, из России, вот, точнее, россиян пять человек. Да, один мальчик и четыре девушки. Да, три и все три девушки. Что с вами, мужчины? Ну, как ты готовишь себя к тому, что, возможно, вот, именно за тебя решат, грубо говоря, кто будет, вот... Не знаю. Нет, но там же никого не принуждает. Вот вы должны встречаться, и вы. То есть вы должны разделиться на пары. Встречаться могут все. Вот прям. Ну тогда кровать там больше надо было. Нам скоро вышлет анкеты, которые мы должны заполнить до мелочей. То есть я люблю, чтобы мои носки валялись по дому. Или там вставать в таком-то виде с утра. Ну, вряд ли вы будете писать вот такие вещи, которые, типа, носки по дому. Ненавижу таких. Вот ее просто... Не, ну, чтобы они вот по этим анкетам будут нас подбирать по совместимости. То есть если я не люблю, чтобы был бардак, меня не поставят в одну команду с человеком, который везде все разбрасывает, чтобы у нас меньше конфликтов возникало. Ну и потом, я думаю, у нас там нечем будет разбрасываться. Все будет так по минимуму. И как я готовлюсь? Вот как раз, когда я была в Юте, я первый раз видела этих людей, пятеро парней. И казалось бы, все, у меня с ними жить две недели в изоляции. Здесь очень сильно работает мотивация, общая цель, идея. И у нас вообще даже близко не было к каким-то конфликтным ситуациям и недопониманию, потому что мы все болели одним делом. В отличие от других команд, которые туда тоже приезжали, там часто были конфликты. Там один парень вообще закрылся в комнате и не выходил. Ты, кстати, говорила, то, что есть вот такая база в штате Юте, а есть еще в Арктике. Да. И где-то вот на одной из этих баз какая-то команда, ну то есть там за ними постоянно следят, хотя жаль. Они, короче, вышли на улицу, разделись. Нет, в Юте, в Юте. А, ну, короче, загорали. Там была команда из Калифорнии. И приехал человек, который там меняет нам воду и так далее. Они не знали, что он приедет. И он приезжает. Они должны быть вообще в скафандрах. Они лежат на камнях и загорают. Ну и, конечно же, они выговор получили сильнейший. Ну там, насколько я знаю, вот именно с Mars One очень многие стараются поучаствовать, именно в таких проектах, чтобы показать то, что, во-первых, стремление, там, навыки, ну то есть баллы вы там. Да, для меня это было первым шагом. Я думала, ну вот я хочу, конечно, когда я действительно окажусь в такой ситуации, как я себя поведу. И мне очень все понравилось. Более того, три команды, наша и еще две, которые были в Юте, сейчас из них выберут одну, которая отправится на станцию в Арктику на целый год. Так что, может быть, через какое-то время я уеду и в Арктику. А это не помешает? По идее, ты ведь должна уже достаточно, ну, в сентябре в Европу, а после этого уже в 2016-м все, в Америку. Ну да, если они сдвинутся сроки. А если на год в Арктику тебя отправят, они скажут, да зачем нам полярники? Это я все буду смотреть по ситуации, потому что с Mars One тоже там сроки сдвигаются, и с Mars Society тоже самое, потому что все равно все зависит от финансирования. Вот, так что что первое будет? Меня очень интересует меню, и я слышала про эксперимент, где люди несколько лет прожили в замкнутом помещении, пытаясь выращивать и взобновлять ресурсы. Да, закрытая система. Да, закрытая система. Я не помню, сколько лет, но я запомнила про батат. Вот мне интересно, вы как-то исследуете культуры, какие культуры туда брать, выращивать, а какие нет? На данный момент пока нет. У нас будет команда обученная, которая как раз-таки нам будет составить меню, то есть те культуры, которые мы должны будем выращивать. Да, да, конечно, у нас будет много как ambassadors, да, ну, кто будет нам помогать и работать на проект Mars One. В общем, Нил Армстерд, да, поступая на поверхность Луны, произнес свою знаменитую фразу когда-то о том, что это маленький шаг для человека, большой скачок для человечества. Есть ли у вас какая-нибудь заготовка, может быть, или лишь целая речь по этому поводу? О, хороший вопрос. Не говори пока. Ну, не обязательно сейчас отзвучивать, пусть это будет сюрпризом, естественно. Ой, я так далеко не думала. Я обычно представляю себя на Марсе, когда там, не знаю, какая-нибудь авария на станции, мне приходится зашивать самой себе ногу или еще что-то. Ты сказал то, что ты вообще почти все время об этом думаешь, вот именно прорабатываешь вот эти ситуации, которые могут произойти. Ну, чтобы не испугаться потом, вот если вдруг что. Не, на самом деле, конечно, как можно думать, что все будет там замечательно. Понятно, что будет очень много рисков и трудностей, поэтому я как-то так себя психологически подготавливаю. Не потому, что там я пессимист, наоборот, я оптимист, но что да, это ожидаемо. Так что насчет фразы я подумаю. Когда уже будет 2025 год, и я в команде все еще. Вы готовите вообще себя психологически к тому моменту, что вы можете не попасть в число 20 вот этих счастливчиков, которые полетят? Или же все равно, то есть вот эти 100 человек, они будут в запасе и будут там потом как-то прилетать, возможно, или у них есть шанс, если кто-то из 20 в конечном итоге не пройдет? То есть готовите ли вы себя психологически? И что вы будете делать потом, если вдруг это совсем, не знаю, финансирование не будет? Или все, что угодно произойдет, и вы не полетите? Ну, если я не попаду в 24 человека, которые финалисты, то да, конечно, я этого не отрицаю, я не настолько самоуверен в этот человек. Буду стараться все равно работать в сфере, связанной с космонавтикой, и как-то дальше пробовать себя. А если вариант такой, что мы уже тренируемся, и полет не состоялся, либо он переносится на 5-10 лет, и уже понятно, что в нашем возрасте небезопасно будет лететь, то, я думаю, у нас будет настолько классная подготовка, что можно будет попробовать и подать заявку в отряд космонавтов, в Роскосмос или в НАСА. Но не боишься ли ты того, что просто именно психологически, вот именно вот эти ситуации, которые в голове просто не могли просто раньше появиться, вот они произойдут, ты вживую их видишь? Не боишься ли ты сойти с ума, короче, от всей крутизны этого? Ну, понятно, да. Ну, как те же психологи говорят, человек может начать сходить с ума, когда у него есть много свободного времени. Поэтому нужно будет все время быть в работе, на связи с землей. И, конечно, мы не знаем вообще, что с нами там случится по разным параметрам, да, в плане того же стресса и так далее, как это проявится. Поэтому будем такими подопытными кроликами, наверное. Ну, вот про как раз нечего ему заняться. Пока вы будете лететь туда 8 месяцев, это все-таки вы же не будете там, я не знаю, дома строить. Как вы будете забивать свое время? Вот именно, чтобы… Или вам специальную программу обучения? Да, конечно, нам там пропишут все, чтобы мы, естественно… Пропишут все, это самое главное. Конечно. И очень интересный фактор. Будет странный период у экипажа, когда они уже не видят, когда они не видят Землю, но еще не видят Марс. И получается, не к чему себя как-то, не с чем себя ассоциировать. И вот этот период такой, наиболее опасный в плане психологического здоровья. У меня вопрос, связанный с источником энергии. Вот вы говорили, что это такие пластичные солнечные батареи, которые там можно будет с собой брать, раскладывать и так далее. Но в то же время нам вот рассказывали про глобальные пыльные бури, которые, насколько я знаю, они достаточно плотные, и там либо мощность очень сильно падает, либо нам вообще как бы все это перекрывает. Ну, все может быть, да, и может длиться там день, а может неделя, а может там... Да, может и по полгода. Вот какие, может быть, вам уже рассказывали какие случаи? Да, на момент пыльных бурь мы будем лимитировать потребление электроэнергии, и у нас будут на это запасы воды и кислорода. Поэтому как только пыльная бурь проходит, дальше опять начинается работа. Вам идет в какой-то зачет то, что вы вот именно выступаете перед публикой, популяризируя проект? То есть это вам плюс? Я надеюсь, что да, но судя по результатам тех, кто прошел, там есть ребята, которые вообще не выступали. То есть там действительно тестировалась именно психологическая составляющая человека. Насколько он эгоистичен, насколько он понимает все риски и на что он себя подвергает. Чтобы просто они не зря тренировали кого-то, а потом он раз и отказался. Ну, будем надеяться, что тебе наше мероприятие поможет добиться этой цели. Да, спасибо большое. Анастасия Степанова. Спасибо.